2020 год был экономически нестабильным во всем мире. Пострадал и бюджет Республики Татарстан. Откуда появились долги в республике и как с этим можно справиться, узнаете в нашем следующем сюжете. Если говорить о бюджете Татарстана сейчас, то в первую очередь речь идет о той задолженности по налоговым и неналоговым платежам различных плательщиков, которая возникла в связи с нестабильной финансовой ситуацией в 2020 году. Это, конечно, можно объяснить и результатами пандемии, в результате которой снизились показатели деятельности экономических субъектов. Но и, соответственно, это не могло не сказаться на показателях бюджета. В первую очередь по поступлениям налога на доходы физических лиц, поступлениям налога на прибыль организации, но и для малого бизнеса, конечно, показательные поступления по налогам, которые уплачивают именно индивидуальные предприниматели и организации малого и среднего бизнеса. Так или иначе, 2020 год был выгодным для организации фармбизнеса. Это и производство лекарственных препаратов и аптечная сеть, в связи с тем, что спрос на них в ушедшем году был особенно высоким. Также стоит сказать и про нефтедобычу в республике Татарстан. Здесь, наоборот, идет снижение показателей по сравнению с предыдущими годами. Хотя такая ситуация и произошла в результате мировых соглашений ОПЕК, поэтому нефтедобывающие компании, конечно, оказались в убытке. Торговля и сфера обслуживания в 2020 году тоже пострадала. Это объясняется тем, что практически полтора месяца население не могло обращаться к услугам этих организаций. И, соответственно, бытовая сфера еще на прежние показатели не вернулась. В данном случае очень важно обеспечение экономического роста. Если организации выйдут на прежние показатели, то бюджет республики может быть исполнен на уровне запланированных показателей. Органы власти предпринимают определенные действия и в части инвестирования средств в развитие экономики. В первую очередь речь идет о крупных организациях для того, чтобы можно было помочь им развиваться. Различные инвестиционные проекты, разработанные в рамках государственных программ, ну и, соответственно, органы власти планируют, что эти государственные программы должны способствовать развитию экономики в ближайшей перспективе. Но если не удастся выйти на показатели в докризисные, связанные с пандемией, то говорить пока о серьезном росте экономики не приходится. Энджиме Небаева, Универтньюз. 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 Универтньюз.